Всем привет! С вами канал Artmania. Дима уже одевается. Одевай штаны. Нас папа куда-то решил повезти в секретное место на экскурсию в нашем городе. Там солнышко уже. Солнышко чуть-чуть выходит. Надеюсь, что будет солнечным, тепло. Но там дожди 13 градусов, холодно. Он у нас в дом стоит. Ты правильно одеваешь перед зеркалом? Одевай, у тебя штанина задняя под попой висит. Вот так надо. Ну да, ты правильно их одеваешь? Не заду наперёд, не кверть ногами. Нет, а я. Вот. И мы сейчас одеваемся, собираемся. Я уже тоже почти готова немножечко. Наполовину уже чуть-чуть одетая. Вот. Сейчас пойдём. Сейчас сначала мы с Димой одеваемся, да? Потом будет папа одеваться. Оделся? Поправляйся. Поправляй штаны, поправляй. Колготки вон. Штаны поправь, натяни штаны. Не-не-не-не-не. Не так. Нет-нет. А как? Нази-ка. Ну что ты так? Я же тебя уже... Тут я тебя уже заправила. Ну? Надевается, Дима, тепло. Куда нас Женя привёз? Непонятно. Всё гремит, чё-то всё гремит. Там милиция стоит. Женя, ребёнок. Чё ты, в шоке? Чё-то гремит. Там барабаны такие. Ты куда нас привёз? Ты куда нас вывез? Места вроде знакомые. По-моему, это... Ну, нет, не по-моему. Конечно, я знаю, куда привёз. Я знаю очень хорошо в своё время город. Ну, в своё время, вернее, где была. Приехали мы на площадь. Блин, я забыла, как она называется. Жень, как она называется площадь? Я забыла. А, Куйбышево, точно. Куйбышево, да? Я не поняла. А и куда ты нас ведёшь? На ту сторону. Я хотел вас через трибуну провести, да видите? Это ты нас привёз, чтобы показать трибуны? Не только. Не только? А я думала, неужели мы трибуны ни разу в жизни не видели? Это они готовятся к 9 мая. Не знаю, правда, ролик когда выездят. Кстати, я была у Лора. Мне Лор сказал, ну, там прям такой очень, это, с большим опытом Лор, что у меня очень музыкальные ушки. Надо было мне в детстве ходить на музыкальную школу. Чё ты? У Димы, наверное, тоже. Потому что он на синтезаторе играет, когда он играет... Он играет в какие-то мелодии определённые, не просто брончами. А такие коротенькие, они в несколько секунд длятся. Три секунды где-то, но они есть. Чего? Ты тоже хочешь барабан, да? Да. Он хочет на барабане играть. Ой, ветер какой падул. Ой, ветер падул у вас на этот товар. Всё, чих-чих-чих-чих-чих. Страшно тебе? Громко. Да. Страшно? Да. Как подготавливается, да? Бум-бум-бум. Не страшно? Видишь, как играет на барабанах? Трибуна, вон написано, номер шесть. Фонтан. 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 Уже добежали до конца. Как-то там такой интересный был концерт небольшой. Барабаны прям так круто. Я думаю, какой занят. Вот танки, оказывается, у нас. Женя привёз. А там с этажей люди смотрят. Вот так с утра в день. С утра выглянешь в окно, да? После паропоя. Господи, скажешь. Ну всё, приехали. Ну, какие танки, смотри. Остановишься? Смотришь? Смотри. Танки, видишь? Вот война, когда начинается. Вот точно такие же танки Да, они едут Да, они едут, видишь, у них пушки есть, они стреляют Да Там даже машины какие-то большие Они стреляют Они стреляют, сейчас мы до конца дойдем Потом вернемся Тут здания Они, видишь, закрытые Машины вон какие, смотри, здоровенные, большие Это они их уже пригнали, приготовили к 9 мая Они, наверное, будут ездить Парад будет Они будут ездить Такую машину я где-то видела уже Значит, они там где-то стреляют Да, они стреляют Эти вот машины что-то перевозят Пап, а что перевозят эти машины? Ракеты А, я думала, людей что ли Ты так, значит, машину видела такую С детской памяти, я помню А там какие-то еще обычные машины стоят О, какие видишь Прям пушки Тут еще машина стоит Это, наверное, кто приезжает на своих машинах А, это охрана Охрана это Чтоб никто не залез Не пролез Давай, лужу аккуратно ее обходи Перешагивай Опа, молодец Вон, видишь, какие машины Не чеши А, это охранники в них сидят Птицы поют как Ну, что-то там чешешь-то все Ночесываешь Вот тут какие Длинная дорожка Видишь, какие Ты смотришь на танки, ребят? Ты куда смотришь, ребенок? Вон, какой ветер сильный На 9 мая-то, наверное, стекло будет Дождя-то не должно быть, наверное Вот какие машины Смотри, он видит цепи Свисают там Каждая машина что-то везла Определенное Тут, наверное, воду какую-нибудь Или бензин может перевозить Или что-нибудь, не знаю О, какая архитектура красивая Короче, ждем Женьку Женька посеял свой телефон у таксиста Ну, вроде таксисту он дозвонился Тот сказал, что вернет Подъедет сейчас Посмотрим сейчас, что, как Вот постоянно Женька так То карту посеет Банкомат покормит Да? Че ты? Тут лужа большая Пойдем обратно Пойдем обратно Ну, Дим, давай, разворачивайся Ну, ты же обещал вести себя хорошо Че ты? Не хочу обратно Ну, стой тогда спокойно Спокойненько, стой Че ты? Снова всем приветики Короче, мы дома Сейчас расскажу, наверное, все по порядку Сейчас мы быстренько будем пить горячий чай Вот я все несу Это я все несу на самом деле с балкона Потому что у меня ребенок просто лазит По шкафам и может съесть целый огромный пакет суши Конфет, например, мед у меня вот оставался Там, ну, грамм 200, наверное, там было где-то плюс-минус Он за раз это все слопал просто Поэтому я все прячу у себя там на балконе И, ну, если он откроет его утром Он просыпается в 7 утра, то я услышу Ну, он обычно не ходит туда Вот, сейчас, короче, мы будем пить горячий чай Черный горячий чай с лимоном И потом я расскажу все по порядку, что же произошло Что случилось Вот, ну, обида у меня Блин, у меня есть обида сильная Сейчас я напою ребенка и расскажу Ребенок, вот у меня ребенок Ребенок играет Конфетки, мама Дима хорошо вел себя сегодня, да, Дима? То есть у нас, как принято, Дима То есть конфеты надо заработать Их нужно реально заработать То есть заработать чем? Хорошими поступками, да? Нужно себя хорошо вести И я, это хорошо так Нужно что-то сделать, что-то помочь То есть ребенок сам делает по дому то, что ему захочется То есть захотел бы, помыл посуду То есть он идет, сам моет Неожиданно, чего? Ну, подожди, я не так хорошо его Я чуть-чуть подниму к маме на руке Ну, это ты вчера мне Вчера Дима мне так сильно побил по руке Я вот здесь вот прям вот по кости Очень сильно у меня так вечером заболелось Вообще, я не думала, что маленький ребенок То есть четырех с половиной лет Реально так может сделать Ну, просто там пошлепать, да, несколько раз Там раз сколько-то, да И у меня разболится Так, ну, короче, мы завариваем черный чай В пакетике я решила Сейчас у черного у меня листового нету Ну, подожди, конфетками Подожди Конфетки это потом Давай, сушки Раскрывай, давай, пакеты раскрывай Помогай, Манна Раскрывай Нужно взять тарелочку Сейчас я тарелочку ее дам Тарелочку так Какую на тарелочку А, давай вот эту большую, что ли Она прям мне нравится И сюда давай выкладывай Нам с тобой мы сейчас будем кушать Вот Чайник сейчас мы быстренько-быстренько все Заварим Вот Вот нам Галочки Давай Выкладывай Вот Уже Черный Черный чай Тут, кстати, очень классный Он очень Помогает Когда Сейчас я его покажу Здесь что-то у нас с вами влог затянется Нет Ты давай выкладывай Иди Подожди Не кушай Вот этот черный чай Он очень помогает Когда Распухли глаза Мне Вот Когда вот что-то произошло С утра просыпаюсь И глаза опухли Давай, давай Выкладывай Сушки выкладывай Сушки выкладывай Украшай Давай, украшай Тут опять папина ложка грязная лежит Вот Наконец-то Налила горячий чай Давай с чаем С чаем вместе прям запивай С чаем С лимоном Чтоб не заболеть Мы очень сильно продрогли Здесь у нас Как вот Здесь как-то у нас тепло Все равно на районе Нет такого сильного ветра Там ближе К волке Все это находится Это очень сильный просто ветер Ледяной Леденющий Холодный Я не представляю Как там люди живут Я все время Если честно Вот Завидовала тем людям Кто живут Там в центре города Там в новых домах Там ближе к Волге Там Блин Классно Как спустился И все Нет Думаю Теперь Блин У нас лучше У нас нет такого Мы приехали Вот сошли с остановки Ну правда Мы там еще далеко Далеко шли Да Но уже По двору шли Нет такого ветра У нас реально тепло Реально тепло Солнышко так же Свесит Как и там Но нет такого ветра Да, Дим? И Дима Хоть и Дима Оделся очень тепло Но он очень сильно Продрог Видимо Хотя он тепло Одет Теплые куртки Колготки Теплые Прям такие Ух Теплые какие-то Мы нашли Ну и вот Наш такой Небольшой столик Я хочу сушки Например Я хочу Очень сильно Хочу сушки Не знаю почему Кстати Сушки На столиатинские Потом конфетку Я тебе еще дам Все Давай кушать Будем Ням-ням-ням Пожелайте Нам приятного аппетита И потом Я вам Расскажу Что Положил Нет еще У нас тут коллекция Ой Коллекция Пустых Панчиков Да Похожих на шоколадки Подожди Так покажу Да Вот они Вот они Делай уже Коллекцию Это для тех Для любопытных Наверное Больше В надежде Что Ко мне гости Когда приходят Сколько у тебя конфет Наташ Нифига себе Вот поэтому У тебя ребенок Плохо кушает Он отсюда Выберет Наверное Я говорю Да это муляж Конфет Да Муляж Муляж Да Когда уже давно Будет столько Уже будет фантиков Да Что Дальше 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 Мы не будем Складывать Конфет Он чуть-чуть Покраснел Да Будешь Мультик смотреть Ты умничка Ну Свекровь Здесь пока Была Конечно Она Кормила Очень Очень Много Сладкого Давала И когда Я приехала У него были Щеки Просто красные 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 Вот Потом Где-то Через полчаса После этого Он позвонил Сказал Что он Дозвонился Таксисту Что Оказывается Он оставил Такси Телефон Вот Что Таксист Через 15 минут Привезет Но В итоге Прошло Еще Полчаса Где-то Ну Как раз За все Это время Там Час Час Чем-то Даже Прошло Час Двадцать Наверное Даже Другой Еще Момент То Что Да Когда Есть Такси Всегда Выладь Я Всегда Все Проверяю Все Ли У меня На Месте То На Свой Телефон Конечно Я Деньги Очень Долго Копила Сама Копила То Мне Никто Не Помогал Мне Никто Не Покупал Ни Родители Никто Ему Родители Подарили Этот Телефон Потому Что Он Стар Сломал Не Может Быть Когда Дарят Подарок Тогда Не Берегут Ну Пример Вот Эту Камеру Мне Папа Подарил Не Знаю Я Берегу Мне Очень Нравится Эта Камера Я Берегу Как Подарок То Не Мои Честно Заработанные Деньги Все Рано Я Берегу Может Мы Девочки Совсем Другие Может Мальчики Вообще Не Берегут Вещи Может Действительно То Не Он Ему Отдал Телефон Не Знаю Что Там Дальше Произошло Он Короче Пошел Гулять Мы Очень Сильно Продрогали В магазине Погрелись Но Не Согрелись Толком У У У У У У Здесь Очень Сильно Болят Потому Что Там Сильный Ветер Ребенок Якобы Тоже Замерз Ну Так Сказал Скорее Сего Он Не Замерз Потому Что Он Хорошо Тепло Был Одет В шапке Он Был Капюшоне То Есть Ну Хорошо Просто Он Сказал Что Замерз Потому Что Я Замерз Очень Сильно Ну Че Ага И Парш Ай Дима Дима Ты Что Творишь Ну И Че Так Сесть Сказал Сколько Вам Сколько Нежалки А Двести Рублей Сколько Двести Двести Ну Средний Заказ Он Ехал Я За Заказ Отдал Сто Сорок Что Рублей Вот Это Еще Больше Надо Беречь Телефон Жень Так Нельзя Ну Это Да Ты Не Бережешь Телефон Насеянный Ну Ничего Я Походил Пофоткал Телефон